Ранние осень Высокое-высокое синее небо, белые облака, ласковый ветер, благодать и настроение легкое, беззаботное и радостно восторженное, словно в детстве. Почему? Может, просто сердцу радости захотелось? Или, как говорят астрологи, день благоприятный? А может быть виной всему вот этот автомобиль, родом из радостно восторженного детства, так похожий на старую папину машину. Вот и захотелось так же, как давно-давно, в детстве, сесть рядом с ним на траву, прислониться спиной к теплому колесу, сквозь прищуренные веки изучать проплывающие белые горы облаков и подставлять лицо к ласковому теплому ветерку, чувствуя за спиной надежную опору крепкого автомобильного кузова. «Москвич-21-40». Его выпуск начался в 1976 году. В 1976. Просто шел когда-то такой год. Это было давно. В детстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Белоруссии вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Через месяц после праздничных новогодних торжеств население Земли достигло 4 миллиардов человек. Это данные на 31 января 1976. В целом в мире в 1976 году все много благополучнее, чем сейчас. Благодаря усилиям Советского Союза идет разрядка международной напряженности, сокращаются наступательные вооружения противостоящих стран, холодная война сдает свои позиции. Впрочем, мест, где еще многое неоднозначно и тревожно, на планете еще достаточно, о чем еженедельно телезрителям рассказывают в передаче «Международная панорама». Здравствуйте, товарищи. Сложная политическая обстановка сохранялась на этой неделе во многих районах земного шара. В Испании прошли новые мощные выступления демократических сил, которые требуют полного разрыва с франкийским прошлым. 300 тысяч человек приняли участие в политической стачке протеста в стране басков. Социальные волнения сотрясают российские бастионы в Южной Африке. Мы расскажем об этом подробнее в нашей передаче. В Китае в эти дни, в глубокой тайне, решается вопрос, кто же возглавит страну после смерти Мао Цзэдуна. Соединенные Штаты вступили в заключительный этап предвыборной кампании. А новости нашей страны полны новыми достижениями и большими планами на будущее. Попробуем из нашего века взглянуть на некоторые из тогдашних тем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 1976 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая очередь ударной комсомольской стройки Камского автомобильного завода завершена. Пущен главный конвейер этого самого большого в мире автозавода. Способного выпускать по 150 тысяч грузовых автомобилей в год. Первые машины марки КамАЗ собраны. Пусть пить главный конвейер КамАЗа! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постановлением Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР советской промышленности поручено создание универсальной ракетно-космической транспортной системы рассвет. Космическая отрасль нашей страны готовится взять новый рубеж в освоении околоземного пространства и бескрайних просторов Вселенной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 февраля в Москве начал свою работу 25-й съезд КПСС. На главный форум 1976 года съехались представители всех регионов страны и гости со всех континентов планеты. И хотя всеобщий мир еще отнюдь не гарантирован, у нас есть все основания с уверенностью сказать, оздоровление международного климата убедительно свидетельствует, что достижение прочного мира не благое пожелание, а вполне реальная задача. Во имя ее решения можно и нужно продолжать работать, не жалея сил. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из подарков к съезду стало начало массового выпуска на автомобильном заводе имени Ленинского комсомола в Москве нового семейства автомобилей. Базовая машина получила наименование «Москвич-2140». Подробное описание модели приводилось в январском номере журнала «За рулем» за 1976 год. Я читал и перечитывал эти страницы, оставлял на столе журнал, открытым именно на этом развороте с фотографиями, фантазировал на тему возможных модификаций, пытался представить пока еще неизвестную цветовую гамму кузова этой немножко неожиданной версии, в общем-то уже знакомого автомобиля. «Москвич-2140» стал дальнейшим развитием хорошо зарекомендовавших себя моделей 408 и 412. Работы по созданию 408-го на Московском заводе малолитражных автомобилей, сокращенно МЗМА, начались в 1959 году. Тогда конструкторы получили задание сделать машину мирового уровня. Сформулировали задачу весьма просто. «Ребята, вы ничем не связаны. Вы должны сделать машину, которой потом будете гордиться». Одновременно с базовым седаном велась разработка вариантов с кузовами «Универсал», «Фургон», «Купе» и «Кабриолет». Сделали 14 вариантов внешности автомобиля, по которым было выполнено примерно 5 серий опытных ездовых образцов. При этом главный конструктор Александр Федорович Андронов и руководитель службы дизайна Борис Сергеевич Иванов отказались от стилистических параллелей с другими марками и создали свой самобытный облик машины, безмерно привлекательный и эффектный. Он поражал гармоничным сочетанием плавных изгибов кузова с завершающими их неожиданными резкими атакующими линиями. Смело, очень смело и притягательно. Были здесь и следы чопорно-аристократического британского стайлинга, американское обилие хромированных деталей, линии, ранее присущие итальянской школе дизайна. И при всем этом облик москвича ничем не напоминал ни британские, ни американские, ни европейские модели. Модель 408 встала на конвейер в 1964-м. Машина была с восторгом встречена у себя на родине и весьма благосклонна в Европе. Дебют проходил в лондонском Эрлокорте. Английский журнал Мотор тогда отмечал «Мы нашли нечто очень особенное из России, сделанное с любовью. Это новый москвич, который выглядит в высшей степени уютно и приятно. На наших журналистов автомобиль произвел такое впечатление, что они предположили, что кто-то из знаменитых европейских художников-конструкторов сбежал на восток. Все внутри и снаружи выполнено в таком хорошем вкусе, которого мы не могли ожидать от советских автомобильных заводов. Он сделан тщательно. Каждая гайка, болтик, шайба и тяга покрыты магнием. На этом автомобиле вся вохлопная система металлизирована. К несчастью, этот автомобиль должны увезти обратно в Россию. Пока неизвестно, когда начнется поставка таких москвичей в Соединенное Королевство и какой будет цена. О каком еще русском автомобиле кто-нибудь и хоть когда-нибудь за рубежом писал такие строки. Нашим это понравилось. И автомобиль показали на автосалоне в Париже. Там стенд московского автозавода посетил президент республики генерал Деголь. В книге почетных гостей он написал «У вашей машины хорошая репутация. Она прочна и, как мне сказали, очень вынослива. Я желаю вам успеха». Узнав об этом, тогдашний генеральный секретарь КПСС Хрущев потребовал подать новинку ему к подъезду. На 408-м его везут прямо в Кремль. Это была последняя эпатажная выходка генсека. Через несколько дней он уедет на отдых в Крым, вернется персональным пенсионерам без должности. Москвич был отражением государственного автомобильного спорта. А в чем его была государственность? Каждый год 3-5 тысяч автомобилей бесплатно распределялись по союзным республикам и городам Москве и Ленинграду, которые были на правах республик. И вот каждый год в этом Госафовском клубе в городском появлялись там 3-5-10 автомобилей, которые раздавались бесплатно. За эти автомобили, на которых собирались дети и люди, их родители выступать, за них не нужно было платить. Вот так он возник этот автомобильный спор. с ним как «Няин» «Стартава» «Vелипеппуума» «Килпайлу» «Няин» «Осо» «Невостолиittolaisten «Аjajien» «Ли» «Нелли» «Стартав» «Нев» 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 отец и мама были одними из первоцелинников и папе разрешили без очереди приобрести москвич это было в 1968 году отец рассказывал что получал машину не на базе в москве на в днх почему я так и не поинтересовался когда я учился в начальных классах батя иногда вывозил меня на различные соревнования дороги тогда были не так загружены как сейчас один встречный автомобиль на один километр пути это уже было много а пейзаж за окном был живописным и разнообразным поэтому ехать было легко весело и праздничный что ли ездили в москву на футбольные матчи на хоккей с мячом на лыжные гонки но больше всего мне нравились автогонки на грузовиках ездили кажется в саранск в рязань там отец всегда крепко брал меня за руку и вел в технический парк и мне разрешали посидеть в кабинах гоночных грузовиков покрутить руль вдохнуть невообразимый запах этих машин отец знал многих гонщиков тренеров руководителей команд все это тогда казалось мне вполне нормальным папа все знает все умеет и его все знают о чем разговаривали взрослые меня не интересовало я наслаждался событием как большим праздником и папин москвич всегда был обязательной частью этого праздника мама сшила мне комбинезон с надписью ссср на спине я прям чувствовал себя настоящим гонщиком а если добавить к этому обеды в придорожных столовых обязательно эскимо за 11 копеек на месте соревнований и и ночевку в палатке на берегу речки то это были фантастические незабываемые поездки потом семья решила приобрести кооперативную квартиру и москвич продали осталось только одна нечеткая фотография которую я в детстве наверное желая улучшить немного подправил шариковой ручкой и осталось память о поездках которые всегда были праздниками позднее в семье были вас 2103 вас 2108 но отец всегда вспоминал тот москвич 408 говорил что у него душа была более добрая более человечная наверное нынешние владельцы москвичей любит их как раз за это как-то раз и возвращался с очередной выставки ну и проезжал одно сельское поселение вот остановился проверить колесо и тут останавливается крузак 200 оттуда вылазит мужик не совсем трезвом виде просто начал обнимать чуть ли не целовать и москвич рассказывая у меня у деда был такой же типом очень круто классно он даже пахнет также вот и потом попросил прокатить его ну виду того что ехали мы в одну сторону и по пути опять же много восторгался восхищался рассказывал истории своих детских и подытожил фразы а можешь продать конечно я им отказал он сказал давай еще подумай назвал энную сумму денег потом ее увеличил почти в два раза но я не согласился москвич 408 в те годы человечество еще не потеряла вкуса к цвету поэтому в салоне этих автомобилей оставалось светло радостно и двухцветно но внешняя окраска кузова на модели 408 уже только однотонная а привычный по прежним моделям двухцветность покупателям рекомендуется делать самостоятельно по статьям рекомендациям из журнала за рулем москвич 408 тут же стал желаемой покупкой не только на внутреннем рынке ссср но и еще восьми десятках стран включая государство с развитой автомобильной промышленностью кроме москвы эти автомобили производили также в ижевске и за рубежами советского союза в болгарии под маркой рилла и в бельгии под маркой скалдия но на большинстве зарубежных рынков машина продавалась как элит 1300 автомобили с правым расположением руля предлагались в британии и японии впрочем в японии обнаружены и леворульные машины он продавался в 82 страны мира вот подумайте причем была насыщена австралия южная америка весь индокитай с биржей с индии все было в финляндии такая изысканная страна которая сам сама автомобили не производит но попасть на финский рынок любой автомобильной марки было предельно трудно 400 критериев предъявлялись 400 критериев тире требования предъявлялись к автомобилю чтобы попасть на финский рынок так вот было примерно 200 финских семей которые кроме москвичей никаких автомобилей не хотели 407 потом 8 12 и считайте только в 1967 москвич элит получил более мощный полуторалитровый двигатель эта версия стала называться москвич 412 или элит 1500 годом позже на эмблеме автомобиля вместо букв м зма появилась надпись а за л к автомобильный завод имени ленинского комсомола к началу 1970 года коллектив предприятия поставил на поток обновленную версию москвича несмотря на прежнюю основу кузова внешне автомобиль воспринимался как абсолютно новая модель но более всего изменилась безопасность машины в ходе испытаний моделировались столь сложные аварии автомобиль били с такими углами перекрытий какие сегодня посчитали бы излишними в итоге получилось максимально возможная по безопасности конструкция по этому уровню советская малолитражка стала лидером в своем классе обновленные линейки моделей 408 и 412 получили экспортное имя элит 1300 м и элит 1500 м соответственно именно такой автомобиль стал двухмиллионной машиной сошедшей с конвейера автозавода имени ленинского комсомола и именно в таком облике москвич 412 оставил наиболее яркий след в советском и мировом автоспорте на нем выиграли огромное множество национальных и международных соревнований включая самые престижные и самые тяжелые трансконтинентальные марафонские ралли с дистанциями намного превышающие 10 а то и 20 тысяч километров по количеству громких побед 412 можно смело ставить в первую десятку наиболее титуловных автомобильных марок планеты и среди маршрутов покоренных советскими экипажами были самые протяженные в истории ралли лондон-сидней и лондон-мехико я считаю что мы могли доехать и должны были доехать и вот на вопрос какие самые большие впечатления наверное самым таким ярким впечатлением и тяжелым я сказал бы была совершенно страшная усталость которая накапливалась от этапа до этапа лично я не соревновался а выполнил очень трудную и ответственную задание составить легенду о трассе ралли южной америки от города рио-де-шанейро до города кали в колумбе всего 17 тысяч километров и это на москвиче 427 и должен сказать что автомобили москвич пыль 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 на мировом уровне еще свежи воспоминания о том как мы с джоном брауном прилагали максимум усилий для того чтобы как можно меньше из 96 стартовавших машин и экипажей достигли финиша как только нам казалось что какие-то спецучастки участникам удавалось преодолеть без штрафных баллов следующие дни мы ужесточали временной лимит но несмотря на все наши попытки 26 машин успешно завершили этот марафон который многие описывают как самое сложное ралли в истории среди них были и три из пяти стартовавших экипажей на москвичах которые я всегда считал одними из самых выдающихся участников этого ралли и было очень приятно наблюдать за тем как экипажу москвичей помогали друг другу во всем даже когда нужно было перевернуть машину на бок чтобы добраться до днища без использования домкратов которые были в ходу у многих заводских команд ваши автомобили не были серьезно модернизированы в отличие от тех что использовались многими другими командами но несмотря на очевидный проигрыш в мощности ваши машины не отставали от соперников а их надежность и ваши способности позволили достичь результата которым ваша страна может гордиться автомобиль москвич стал культовым в азии и в европе а в японии про русскую машину рассказывали даже детские книжки свое время такой же автомобиль был у отца у нас семье постольку поскольку двадцать с лишним лет отработал на заводе поэтому москвич только зелка естественно ностальгия какая-то и руки чешутся и некоторые уходят запой я ухожу в гараж чтобы ковыряться автомобиль но стараемся много на нем не есть зимой бережем а так летом да летом иногда две недели с него не вылезают три недели не вылезаю когда-то стоит когда-то ездит в таком плане москвич начиная с 408 это абсолютно наш российский советский автомобиль ничего не скопирован не двигатель как многие считают что не кузов то есть все абсолютно советское по совету друзей я решил купить москвич и не соответственно ну попытаться возродить вот эту нашу историю это моя машина на которой я пытаюсь реализовать свои спортивные амбиции он подготовлен для гонок по техническим требованиям в этих автомобилях должны быть все оригинальные запчасти когда эту машину купили по возрасту моей мамы было всего лишь 10 лет дедушка очень сильно любил по воспоминаниям близких осталось много фотографий вместе с машиной он накатал все свадьбу всех племянниц сыновей в общем все свадьбы он нас откатывал теперь машина досталась мне я ее сохраняю по мере своей возможности эта машина мне очень дорога потому что в этом году у меня не стало бабушки эта машина мне стала еще дороже то есть она меня как бы соединяет со своими близкими которых уже нет и которые мне очень дороги поэтому эта машина ценнее всех на свете автомобилей в мире сейчас на данный момент этот автомобиль я использую летом как поседневный свой автомобиль мне из него не хочется выходить я с нетерпением жду лето именно вот благодаря этой машине в этом году я его немножко нужно уже по времени пришло его подремонтировать по кузову то есть но есть какие-то проблемные места которые я сейчас на данный момент устраняю и именно этот год будет посвящен этому как бы автомобилю то есть я именно на нем хочу в этом году участвовать выставку то есть в основном я раньше на запорожцах а вот в этом году хочу исправиться и именно вот посвятить москвичу потому что еще раз повторюсь они очень очень дорог технические справочники сообщают что в 1974 году азлк отправил на экспорт почти 75 процентов от всех выпущенных машин основная часть приходилось на страны дальнего зарубежья результат который сейчас кажется фантастическим для того москвича был нормой выпуск моделей 408 и 412 продолжался до декабря 1975 года в год 1976 завод вступил с новым автомобилем с москвичем 21 40 москвич 21 40 модель 1976 года право стать авторами этой машины добивались многие известные зарубежные компании из западной европы и сша но предложение советских инженеров и дизайнеров получилась более интересным им удалось не меняя основы кузова создать машину с ошеломляюще стильным модным для середины 70-х годов обликом и только технические подкованные корифеи знают что история московского автозавода могла пойти совсем другим путем и первоначально под индексом 21 40 планировался абсолютно иной автомобиль а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Завод готовился поставить на конвейер новую модель, более крупного размера и более высокого класса, с просторным салоном, двухлитровым двигателем и автоматической трансмиссией. По общей концепции в табеле о рангах европейского рынка в премиум сегменте новый москвич мог бы занять нишу между спортивным седаном BMW 520 и вызывающим брутальным Volvo 240. Но новое оборудование, закупленное под модернизированный кузов 412, еще не окупило себя и в очередном большом финансировании предприятию было отказано. Предвидя это, конструкторы автозавода заранее предусмотрели запасной ход. Они создали рестайлинговый «Москвич 412Н», окончательному варианту которого позднее присвоили индекс 2140. Так появился «Элит 1500С», последний классик автозавода имени Ленинского комсомола. Новый передок и задок машины разрабатывали опытные кузовщики и дизайнеры, стоявшие еще у истоков всего семейства москвичей 408 и 412. Ведущими по конструкции кузова были Сергей Чуразов, Аркадий Носов и Станислав Лобов. За внешний стиль отвечали Борис Иванов, Марат Елбаев и Великхан Арутюнян. Все – воспитанники, ученики и коллеги Андронова. Во второй раз они внесли во внешность машины такие изменения, что, несмотря на концепцию, берущую начало в 1959 году, она встала в один ряд с только что созданными зарубежными моделями аналогичного класса. Если машина не движется со скоростью 200 км в час, не движется с этой скоростью, то она не должна иметь такую скорость, которая говорила бы о скорости 200 км в час. Если машина движется со скоростью 80 км в час, значит, форма должна говорить именно об этой скорости. Здесь не должно возникать психологического обмана. В 1972 году шеф-конструктор Александр Андронов ушел на пенсию. За ним – главный художник Борис Иванов. Первый опытный образец обновленного «Москвича» построили уже без них, к 7 ноября того же года. Место главного конструктора занял Игорь Черноцкий. Игоря Зайцева назначили главным дизайнером. Именно им довелось доводить до конвейера и пускать в жизнь модель 2140. Машина была спроектирована с большим уважением к предыдущим версиям. Создателям удалось сохранить не только гармонию полюбившегося автомобилистам облика, но и особый благородный звук срабатывающих замков-дверок и аристократический великосветский тембр работающего двигателя. Мне нравится звук. Настоящий. Мне нравится двигатель. Они бы могли и сейчас его использовать, только немного обновив для современных машин. Я думаю, это очень хороший двигатель. Я думала, может, через неделю или две ему машина надоест, но он по-прежнему возится с ней. Вы ревнуете? Нет, я тоже люблю эту машину. О том, насколько тщательным был подход к проектированию машин на АЗЛК, говорит хотя бы такой факт. Новые сиденья создавались по результатам исследований влияния формы на утомляемость водителя и пассажиров. Создателем темы был еще Александр Федорович Андронов. Добровольцы из числа конструкторов разного пола и возраста ездили по одному маршруту на машинах с разными сиденьями. Серийными, опытными, взятыми от иномарок. Врачи изучали их физическое состояние до и после поездки. Таким образом, при, казалось бы, малоизменившемся кузове, на АЗЛК создали машину с совершенно новым набором потребительских качеств, значительно превосходящую свою предшественницу. Столь комфортабельного и безопасного салона в нашей стране еще не было. Да и за рубежом равноценные аналоги появились лишь спустя несколько лет. Столь же детально инженеры автозавода подходили к безопасности других элементов автомобиля. Слушай, у меня такого цвета был. Даже цвет мой родной. Цвет понравился. И так все в комплектации. В эти у меня были омыватели фар. Это уже тогда пошло как опция. Хотя без доплаты, без ничего. Полная комплектация какая заводская была. Ну, машина хорошая. Мне очень нравилось. Не подводило никогда. Впечатления были очень хорошие. Тем более, ты сам знаешь, как все это. Первая машина, она и есть первая машина. Он запомнился с детства. Отец ездил на нем. Радо белого цвета. Второй у отца был оранжевый. И вот я тоже решил в памяти об отце приобрести вот этот автомобиль. 40-й москвич. И он ближе к семье. Потому что я на нем, конечно, выезжаю по выходным в свободное время. Каждый день я им не пользуюсь. Потому что скоростной режим сейчас повышенный. И тяжело. Все объезжают, все сигналят. Ну, уважают, конечно, автомобиль. Вот как мы сейчас и сегодня ехали. Все лайки. Как говорится. Всем нравится. Привлекаю внимание. Случайно, абсолютно. Я заехал к знакомому в гараж. Ну, и в соседнем боксе стоял. Он пылился. Машина простояла около 20 лет без движения. Прежний хозяин работал в гидропроекте. И покупал ее в магазине «Березка» за наличные. Потом, собственно, ну, были у нее неприятцы здоровья. Мезет он перестал. Ну, я его купил, привел в чувство. И езжу на нем. Машина приносит восторг. Ну, и наслаждение, и комфорт от поездки. Ездил на ней в Нижний Новгород, в Тверь ездил, в Смоленск и Брянск. В декабре 1977 года завод отправил на экспорт миллионный, сначала поставок за границу «Москвич». Годом позже, в 1978-м, семейство 21-40 пополнили фургон 21-34 и универсал 21-37. Последний стал самым элегантным универсалом во всем советском автопроме. Свою привлекательность он сохраняет и в 21 веке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый выезд на ретроавтомобиле, он приравнивается к празднику. Потому что ты выезжаешь в город, такое яркое, красивое пятно, ты привлекаешь внимание всех, и даже владельцы каких-нибудь а-ля крутых тачек, там, Бентли, Гельки, навороченное Ауди. Они все смотрят на тебя с таким удивлением, фотографируют, останавливаются на светофорах, спрашивают у тебя что-то. Бывают случаи, когда говорят, давай махнемся, конечно же, они это говорят в шутку. В том же 1978 году на конвейер была поставлена специальная модификация для эксплуатации на грунтовых дорогах сельской глубинки «Москвич-21406». Внешне все та же модель 2140, но с более жесткой подвеской, увеличенным дорожным просветом, дефорсированным двигателем. Сейчас аналогичные версии серийных моделей обычно называют «Кросс». Только внедорожных талантов у того «Москвича» было много больше, нежели у машин наших дней. Ничего себе! Да ты смотри, как он! Отлично! Такая артикуляция подвески у «Москвича», ну просто вообще восторг! Даже девочки, даже те девочки, которые ездят на дорогих машинах! «Москвича» подвеска вообще потрясающая. Просто вот на ней едешь прям как по волнам, такой мягко все вот так вот все прям. Давай! Давай, 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 давай! Вот это да, молодец какой! Благодаря талантливому коллективу дизайнеров к 22-м Всемирным Олимпийским играм автозавод подготовил сразу две невероятно стильных модификации базовой модели. Elite 1500S получил люксовую версию SL и спортивную SR. Увы, на конвейер был поставлен только люкс, ставший самой статусной моделью марки. Если ты случился, чтобы быть настоящим знакомым, как «Москвич Делукс», ты должен быть уверен, что он никогда не уйдет тебя. «Москвич Делукс» Да, был люкс еще. Пластиковые бампера, эти, как его называют, фонари, задние фонари были другие, впереди были фонари по-другому. Моя жена увидела объявление в Башкортостане, и мы помчались неожиданно в Уфу, за ней и своим ходом вернулись сюда без каких-либо проблем. А появилась она у нас, потому что отец ездил все свое время, ну, начальное на «Москвичей», это как-то передается с генами, видимо. Страшно было ехать так далеко, и жена была уверена, что это наша машина, и приняла решение, что надо не бояться ехать, и все было не зря. У нас до этого был «Вишневый Люкс», он нас познакомил с таким количеством людей прекрасных, и я ему благодарен за это. И этой машине благодарен за то, что она открывает для нас Россию в путешествиях и тому подобное, и член семьи просто 100%. Версия для фанатов автоспорта вышла не менее привлекательной, чем «Люкс», как снаружи, так и внутри. Но средств для освоения этого автомобиля Минавтопром не выделил. Не сохранились и опытные образцы «Москвича СР». В разных источниках доводилось читать, что после зарубежной выставки их умыкнули неустановленные личности, то ли в Берлине, то ли в Париже. Я даже не слышал я про эту машину. Она приятнее смотрится. Хотя вот это же все вот наклейки, это все, как говорится, рисунки. Вот. Но все равно, я тебе говорю, смотрится она немножко поприятнее. Не получилось у нашей страны тогда быстро освоить серийную модификацию, наделенную внешностью в стиле ралли. А вот судьба специальных спортивных моделей была более чем удачливой. «Москвичи» продолжали участвовать в сложнейших мировых ралли. Даже в середине 80-х годов они были способны оставлять позади современные раллиные автомобили известных европейских и японских марок. А еще раз. Auf Den ersten Blick ist an diesem «Москвич» von Krüger- Hashун, Мц Турист-Шверин, что без Perhaps надо himứngRC стар Sabah мои врубленные поклонения. Мо зимыновой 관련амиあの спричica всего Туриста, irony из С benefits дороги. Нас campbell благотвор generала, как больше стиренулк zosta bit� drowned. Теперь она был распространен. Теперь дезис quot milk завершение, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С практически четверть вековой историей менее мощный и более тяжелый, нежели хорошо подготовленные зарубежные соперники уверенно держался в группе лидера Там, где спор решали надежность конструкции и мастерство экипажа «Москвич-21-40» был неизменным фаворитом Из большого спорта он ушел гордо с несклоненной головой в сторону иностранцев Осталась легенда Остались автомобили Профессиональные спортсмены спортбюро ездили на версии люкс в облегченных автомобилях и более мощных А рядовые спортсмены удовольствовались обычным автомобилем Подготовленным усиленная подвеска Двигатель немножко измененный, каркас безопасности и так далее По нынешнему это группа N Раньше это называла первая группа Практически никаких переделок нет в этом автомобиле Так только немножко усиленно увеличена надежность Но никаких гонок моторов Ничего не было Только, в общем-то, надежность Я сам в течение нескольких сезонов В этом году, не знаю, получится ли нет Участвовал в классических плицевых гонках Мосту-классик Гран-при на Москвиче 412-м Это мощная машина И это на самом деле, когда машина подготовлена Когда есть каркас безопасности систем пожаротешения Это реальный спорт Это не просто эмоции Ну, это эмоции, но при этом еще и спорт И это непростые слова И когда ты едешь, борешься с конкурентом Например, когда общий зачет, допустим, с гольфом второго поколения И ты объезжаешь гольф, который тоже быстрый Который переднеприводный, который тоже легкий Это приятно, это настоящий спорт Я считаю, что если у людей есть возможность Финансовая Есть возможность по времени Потому что это всегда время Даже если есть деньги То нужно этим заниматься Это очень хорошо Это очень позитивно И самое главное, что люди, когда занимаются спортом Автомобильным спортом Они растут еще и в техническом плане Потому что пока ты сам что-то не прикручишь Пока ты сам что-то не сделаешь Или хотя бы не посмотришь, как делают тебе Ты не поймешь, как все это работает Это очень важно Благодаря крепкому кузову и двигателю, способному работать, скажем так В не совсем обычных условиях Автомобили «Москвич» стали основой для «Автородео» В большинстве стран Совета экономической взаимопомощи В этом шоу они выглядели особенно впечатляющими Кроме того, существовали модификации С двигателем, работающим на низкооттановом топливе Версия для работы в такси В милиции В качестве учебной машины Были специальные комплектации для участковых врачей Машины для инвалидов Работали «Москвичи» 2140 И в зоне отчуждения аварийной Чернобыльской атомной станции Но у всех технических устройств Существуют пределы совершенствования За которыми дальнейшие доработки нецелесообразны Ибо уже не улучшают ни характеристик устройства Ни его эстетического вида Последний «Москвич» модели 2140 Сошел с конвейера автозавода имени Ленинского комсомола В 1988 году Сейчас эти машины Сохраняют многочисленные энтузиасты Технического антиквариата И почитатели спортивной истории Во многих странах мира Некогда массовая модель Стала настоящим раритетом Предметом коллекционирования И обожания для тех, кто понимает толк В машинах эпохи классицизма Вот такую историю Оставил нам 1976 год И продолжили Последующие десятилетия А еще в 1976 Мир проводил сразу две олимпиады Зимнюю в австрийском Инсбруке И летнюю в канадском Монреале В общем медальном зачете Советский Союз традиционно Впереди планеты всей Вторые позиции Стабильно У сборной команды ГДР Третье место у спортсменов из США Еще одним триумфом года Стал визит советского лидера На остров Свободы В 76-м в нашей стране вышли в показ Сразу несколько великолепных И знаковых картин Назову лишь три из них Дни турбинных Владимира Басова Немедленно снять с себя погоны Что такое? Дивизион я распускаю Двенадцать стульев Марка Захарова Утром деньги Вечером стулья Или вечером деньги Ночью стулья А лучше сейчас стулья А завтра деньги Дуйся Я как человек измученный Нарзаном Долго беседовать не смогу И как царь Петр Ара поженил Александра Митты А я сказал Свадьбе быть Детей 1976 год Порадовал началом мультсериала Про мартышку, слона, попугая и удава Кто сейчас не знает историю Про 38 попугаев А в попугаях-то Я гораздо Злиннее В 1976-м бьет ключом и музыкальная жизнь страны Именно в этот год Давид Тухманов На всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» Записал легендарный альбом По волне моей памяти Сюиту Из десяти музыкальных новелл На стихи поэтов разных десятилетий В университете Ты чего тоскую я Не сказать словами Плачешь, милые друзья Горькими слезами На прощание пожмем Мы друг другу руки И покинет тот счет он Ученик науки Тогда же группа «Песняры» Выпустила хитовый альбом «Вологда» Заглавная песня которого Стала неофициальным гимном Одноименного города Шлю я Шлю я ей за пакетом Пакет только Только нет мне слова в ответ Значит Значит надо иметь ей в виду Сам я За ответом приду 6 июля 1976 В Советском Союзе На околоземную орбиту Выведен космический корабль Союз-21 На борту космонавты Борис Волынов И Виталий Жолобов 15 сентября Еще один старт Корабль Союз-22 Пилотировали космонавты Валерий Быковский И Владимир Аксенов Космонавты провели неделю на орбите Фотографируя поверхность Земли Союз-22 Стал первым космическим кораблем Где был применен Многозональный космический фотоаппарат МКФ-6 А еще 9 августа В СССР отправили на Луну Автоматическую межпланетную станцию Луна-24 Аппарат спустился на поверхность планеты Спутника И доставил оттуда на Землю Образцы грунта взятого с глубины Около двух метров И именно в 1976 году В США вышла первая подготовленная специалистами Книга Раскрывающая тайну о том Что Соединенные Штаты На самом деле Никогда не летали на Луну Просто у них тогда не было технических возможностей Нет их и сейчас В третьем десятилетии 21 века Автопром тоже не стоит на месте В 1976 в Тольятти С конвейера сошли Первые ВАЗ-2106 Везняковский завод Автотракторной осветительной арматуры Стал победителем Во всесоюзном социалистическом соревновании На Рижской автобусной фабрике Начали производить Новый микроавтобус Модели 2203 И именно в 1976 Советские инженеры Создали чуть ли не фантастический автомобиль Его абсолютно стандартный двигатель Работает без бензина Подъезжая к заправочной станции Водитель, как видите, не интересуется бензином Он наполняет бак автомобиля Обыкновенной водой Вода Вместо бензина Нам отвечает Сотрудник Института проблем машиностроения Академии наук Украины В нашей машине Вместо бака с бензином Установлен миниатюрный реактор В него закладывается энергоаккумулирующее вещество ЭАВ Вода вступает в химическую реакцию с ЭАВ В результате выделяется водород В смеси с воздухом он подается В камеру сгорания цилиндра двигателя Но дальше все как обычно Автомобили 70-х годов 20-го века Их покупали за настоящие деньги Они были сделаны из настоящих материалов А не их имитации Их ресурс не рассчитывался на компьютере С точностью до дня и километра Машины были стильными, прочными, выносливыми, надежными И по сравнению с сегодняшней продукцией Вызывающие настоящими Я не знаю, как остальные Но я чувствую жесточайшую И по прошлому ностальгию Ностальгию по-настоящему Вроде счастье мне было досыта Но как чудо ждут настоятельно Так и я ожидаю доступа Без посредников к настоящему Что прошло, то прошло к лучшему Но прикусиваю, как тайну Ностальгию по-настоящему Что настанет, то не застану Я не знаю, как остальные Но я чувствую жесточайшую Не по прошлому ностальгию Ностальгию по-настоящему Не по прошлому ностальгию Ностальгию по-настоящему Москвич 2140 Выросший из легендарных моделей 408 и 412 И сам ставший легендой Новинка когда-то прожитого 1976 года Великолепный автомобиль Великой эпохи Покоритель сердец и пространства И сейчас я ничего не хочу узнать Ни о литраже двигателя Ни об угле наклона цилиндров Или количестве листов в рессорах Ни о максимальной скорости Просто хорошо, что он все еще жив Вот этот москвич 2140 Просто когда-то Само его существование Многое значило в жизни нашей страны Просто шел когда-то 1976 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok